Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня на обзоре у нас маленький мальчик голубой, Чишечка, в поисках своих любимых пап и мам. Вот такой красивенький, как Чебурашечка. Такой хороший мальчик. Смотрите, говорит, какой я хорошенький. И хвостик у меня как надо, и ножки как положено. Такой вот красотун. Стоп у нас 90 градусов. Глазки будут такие же голубые, как и он сам. И то он какой-то вроде как голубой сначала был, а теперь больше светлеет и светлеет, и больше становится похож на лилового. Красота, красота. Маленький антидепрессантик. И чего ты хвостик-то опустил? Ай, никто же не обижает, чего ты этот хвостик-то опускаешь-то. Вот такой хороший мальчик. Давай-давай этим хвостиком. Тик-тик, тик-тик, давай быстрее. Что он этот хвостик? Ой, опять упало настроение. Смотрим нашего Чебурашку. Ой, ухо сейчас поправим. Стоп. Так, поправили ушко. Вот такой вот. Будет красивый, блестящий мальчишка. Чишечка, мальчишечка, конечно. Вот такой хорошенький. Вот такой красивенький. Будет, скорее всего, темно-лиловый. Я вот почему-то думаю, что он будет темно-лиловый. Потому что какая-то коричневатость появилась. Мальчик-чебурашка. Скажи, я буду вашей таблеточкой от депрессии. Забирайте меня быстрее. А если еще и шляпку можно же примерить. Такую вот красивую шляпку. О, вот так лучше получилось. Вот она, красота. Вот у гладкошерстных щенков не прицепишь никакой их шляпочки. Никакой резиночки не прицепишь гладкошерстным чихуашкам. А длинношерстник вот так вот может быть. Очень даже красиво выглядеть. Чей такой красивый чебурашкин? Скажи, что такое происходит? Маму забрали. Ага. Как-то без нее, скажу, очень скучно и страшно. Маленький чебурашкин хочет к маме. Ага. Да такой сладенький, конечно. Такой красивый. Можно одежку одевать. Можно всякие резиночки будет привязывать. Как будто это Йорик маленький. Или как будто это Бишон Фрезе. Тоже что-то можно и одеть. И резиночки надеть. И бантики привязать. Вот он. Скажи, что же такое? Загрустил. Загрустил. Ждет. Кто же заберет? Кто же такой хорошенький? Такой мальчик. От этого мальчика будут рождаться детки голубые, лиловые, изабеловые, шикарлат и крем. И потом, помимо щенков сплошных окрасов, будут еще рождаться с подпалом. Потому что у их мамы всегда хоть один щенок, но с подпалом рождается. Очень много рождается у нее голубых щенков. От светло-голубых до темно. Вот этот щенок, он скорее всего будет темно-лиловый. Как бы, если судить по цвету носика, потому что, как добавился коричневый цвет, ну, наверное, будет как-то так. Игрушечка, чего ты? Решил игрушечку, что ли, испугаться? Скажи, что же это такое с глазками? Тут ко мне лезет непонятное что-то. На, вот поиграй, не бойся. Ну, это же не кусается. Думаешь, что он живой, что ли? Да это же игрушечка. Вот такой ребенок. Чебурашка, чебурашка. Ушки встанут, будет настоящий чебурашка. Вот такой красивый ребенок. Он у нас не трусливый, не подумайте. Это сейчас немножко он засмущался. А вообще он у нас парень компанейский. Смотри, какая игрушечка, игрушечка, игрушечка. Хорошая такая игрушечка. Кажа, сейчас бы лучше к маме пошел. Ага. Кажа, игрушечки. Играйте вы их с них сами. Пока еще так очень хочется к маме. И они с игрушечками играть. Подождите, я немножко еще подрасту. Скажи, у меня будут супер дети. Хорошие, красивые. Не пожалеете. Угу. Вот он такой спокойный ребенок. Не суетится. Пристроился тут помаленьку. И ждет. Когда же это к маме отнесут-то? Будет вот такой вот ушастик. С красивыми ушками. Вот такой. Маленький красивый ушастик. Маленький чебурашка. Дружно ставим нашему чебурашечке лайк. Продолжение, как всегда, следует. Здоровья вам и вашим любимцам. Субтитры сделал DimaTorzok.